Прошедшая неделя была чрезвычайно богата событиями. Видимо, все то, что накопилось за недели карантина и всевозможных ограничений, связанных с эпидемией, вырвалось наружу. Тут и дольщики, и политическая жизнь, и всевозможные другие события. В общем, глаза разбегаются, и трудно выбрать то, что было наиболее важным и наиболее значимым за прошедшую неделю. Начнем, пожалуй, с того, что получило максимальный резонанс, в том числе и в федеральной прессе. И на этой неделе у нас, наверное, эта история с госпожой Ивановой, которая в очередной раз высказалась в собственной стилистике в адрес тех несчастных, которых она призвана облагодетельствовать или которым она как минимум должна помогать, я имею в виду безработных. В частности, Ленара Иванова на этой неделе заявила следующее, что те пособия, которые сейчас выплачиваются безработным, те пособия, которые несколько увеличили и они достигли аж целых 14 тысяч, это все временная халява, как она сказала, и эта халява скоро кончится. Но вот это выражение, конечно, взорвало общественное пространство, долетело до Москвы, вызвало даже там резонанс. В частности, лидер партии «Справедливая Россия» резонно отметил, что если госпожа Иванова не очень умный человек, то ей лучше помалкивать. Вот так дословно выразился Миронов о министре труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Но вообще-то, на самом деле, конечно, здесь проблема значительно глубже, чем просто длинный и не сдержанный язык госпожи Ивановой. И проблема здесь именно в отношении к людям и в отношении к тем, ради кого она, собственно, работает. Люди работали, платили налоги, приносили, в общем-то, пользу себе и обществу, и в том числе госпоже Ивановой. Именно на их налоги, вот так припеваючи, прекрасно проживала госпожа Иванова, могла себе позволить регулярно, ежедневно персонального парикмахера, постоянный и беспрепятственный доступ к бассейнам, которые она требовала получить в любой точке, где бы она ни находилась. И вот эти люди потеряли работу. Мгновенно, в тот же момент, они из людей, которые обеспечивают благосостояние госпожи Ивановой, превратились в халявщиков. То есть, они стали бесполезны для Линары Хакимовны и вызвали вот такую раздраженную реакцию, что, оказывается, этим халявщикам еще нужно платить по 14 тысяч в месяц. Госпожа Иванова такого пережить, конечно, не может. И предупредила их, что скоро эта халява кончится. Судя по всему, тяжелые времена наступят для многих, но только не для Линары Хакимовны. Линара Хакимовна сохранит свою огромную, на самом деле, зарплату, и ее доход в месяц только по зарплате составляет примерно 200 тысяч рублей, плюс достаточно большое количество премий поощрения всевозможных выплат, а также бесплатный, естественно, автомобиль, самое лучшее в республике медицинское обслуживание для нее и для членов ее семьи и так далее, и так далее. Все вот это ей обеспечивали вот эти ныне халявщики, а вчера работавшие люди, которые платили налоги в казну. Потому что именно на налоги существует Линара Хакимовна, о чем она, конечно, категорически забыла. Более чем благополучный образ жизни, который она ведет, она, ее семья, вот эта вот трогательная любовь к поездкам в Венецию, вот эти запросы на частного личного персонального парикмахера и вот этот доступ к бассейнам, все это ей обеспечивали именно те халявщики, те несчастные, которые сейчас потеряли работу, но вот этого Линара Хакимовна категорически понять не может. Что нам теперь делать вот с этим всем, как это все пережить и, как говорится, как это все развидеть? Наверное, не получится. Мы получили четкое понимание того, как к нам относится руководство республики в лице Линара Хакимовна. К людям, которые вчера еще работали на нее, а теперь имели несчастье потерять работу, Линара Хакимовна относится как к скотам. Она их предупредила, что скоро корм кончится, и халява прекратится, и кормиться они должны сами. И, как она выразилась, сами позаботиться о своих детях и о том, чтобы платить им за ЖКХ и прочие, значит, все беды, которые на них свалятся. Что делать с Ивановой, я не знаю, но подобного уровня хамства, в общем-то, в Башкирии не было. Даже господин Сагитов, вот этот «подними задницу, Ирик Сагитов», и тот до такого не дошел. Я не знаю, будут ли приниматься какие-то орг-выводы, орг-мира в отношении госпожи Ивановой. Будет ли к ней применена какая-нибудь дисциплинарная ответственность со стороны правительства, и хоть как-нибудь ее, может быть, пожурят там. Но надеяться на то, что ее уволят, с треском вышибут с ее теплого места, конечно, не приходится, учитывая вот ту кадровую политику ради Хабирова, которую он ведет. Я полагаю, что правительство и вся вот эта теплая компания еще больше сплотятся вокруг Ленары Хакимовны. Посочувствуют ей, что так, значит, неприятно о ней отзывается пресса и ведущие политики Российской Федерации. Может быть, даже премию какую-нибудь выпишут по итогам работы. В общем, конечно, рассчитывать на то, что восторжествуя справедливость, не приходится. Десятки раз меня спросили и попросили посоветовать, как поступить с этим голосованием. Это самое, наверное, главное сейчас общероссийское событие, которое уже началось в России и в Башкирии. Я имею в виду голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Честно признаться, я, конечно, долго мучился, потому что вот эти два полюса, ходить, не ходить, участвовать, не участвовать, они примерно равновелики. Но все-таки я лично, для себя лично склоняюсь к тому, чтобы на это голосование не ходить. Ну, причина здесь в основном, конечно, вот эта эпидемиологическая. Я уже много раз говорил о том, что в этот раз на всю эту историю наложилась вот эта вот коронавирусная история. Если мы понимаем, что голосование вот это по внесению поправок сконструировано таким образом, что нет никаких шансов проконтролировать его справедливость, честность и достоверность, то есть ли смысл в этом участвовать, особенно понимая, что вероятность заразиться вот этой нехорошей и страшной болезнью многократно возрастает, если вы пришли на избирательный участок? Наверное, нет. С точки зрения логики здорового и нормального человека, наверное, выбор должен быть сделан в сторону того, чтобы не ходить. Но надо понимать, что, безусловно, власть заинтересована в повышенной явке. Вы сходите, заберете бюллетень. Как бы вы не проголосовали, результат будет, наверное, все-таки в пользу того решения, которое уже запланировано. А вот ваша явка на участок только подтвердит неким образом легитимность этого процесса. Это первое. Второе. То, что, наверное, каждый сам должен решить для себя. Я ни в коей мере не даю никаких указаний либо ценных советов. Я высказываю исключительно собственное мнение. И потому решать, конечно, в конечном итоге каждому человеку в отдельности. Ну и третье. То, что уже доказали журналисты федеральных каналов, что как бы человек ни сходил на эти выборы, результат будет вовсе не тем, который он принес с собой в качестве собственного волеизъявления. Уже известно, что для Башкирии спущен план из Кремля, какова должна быть явка. То есть у нас здесь традиционно высокий результат. Планируется 70% явка и 70% за. Примерно так. Плюс-минус 5%. Судя по всему, этот результат нам и будет продемонстрировал. Хотя я опасаюсь того, что наши умельцы, они всегда превышают заложенные стандарты. Значит, боюсь, как бы опять не получилось 82%. В общем, я высказываю свое личное субъективное мнение о том, что ходить на эти безобразные имитации выборов, наверное, не стоит. Пускай они сами за себя там все делают. Главной интригой недели было назначение на пост амбудсмена по правам человека в Республике Башкортостан. Недели ранее Ради Хабиров неожиданно для всех внес в Госсобрание РБ кандидатуру Зульфии Гайсиной на этот пост. Это вызвало, конечно, бурю эмоций как в политических, так и в общественных кругах. Понятное дело, что кандидатура Гайсиной не устраивала практически никого, включая самих наших депутатов Госсобрания. Взорвалась Альмира Жукова, и я, собственно, высказал свое резкое мнение по этому вопросу. И неожиданно, уже на этой неделе, Хабиров отзывает, причем в праздничный день, отзывает кандидатуру Гайсиной с голосования на Госсобрание. В чем же здесь дело и почему так произошло? Мы помним, как торжественный цветисток господин Мурзагулов объяснял нам суть кадровой политики Хабирова. Сводилось это к тому, что Ради Хабиров никогда не принимает решений под давлением, никогда не идет на поводу ни общественного мнения, ни мнения каких-либо существенных политических фигур. И, как говорится, чего решил, то и делает. Так утверждал Мурзагулов, но мы уже многократно убедились в том, что на самом деле это совсем не так. И в данном случае тоже. Но здесь интересно другое. Вероятнее всего, на отзыв кандидатуры Гайсиной повлияла Москва. И, в частности, госпожа Москалькова, которая, предварительно ознакомившись с этой кандидатурой, видимо, пришла в ужас. В частности, от того, как быстро, стремительно и кардинально меняет госпожа Гайсина свои политические взгляды. Еще совсем недавно она бесновалась на митингах, и я имею в виду, конечно, Гайсину, а не Москалькову. Так вот, она бесновалась на митингах, всячески проклиная Путина и требуя его отставки и возмездия кровавому режиму. Если взять даже для примера последний судебный процесс Навального и Усманова, вот разве это был законный процесс? Разве он был справедливый? Ведь внутреннее убеждение судьи было уже на стороне Усманова. Она не принимала решения так, как шел процесс. Не в процессе она принимала решения, она уже заранее знала, этот судья, вернее, заранее знал о том, что примет решение в пользу коррупционной власти, в пользу коррупционеров. В первую очередь коррупция у нас начинается с самого главного человека, фамилия которого Путин. Дальше она распространяется уже по цепочке на всех его друзей с кооператива «Озеро». Теперь госпожа Гайсина припала к груди этого самого кровавого режима и довольно-таки основательно питается за его счет. Видимо, вот это смутило госпожу Москалькову в том смысле, что принимать на работу в свое ведомство людей с такой легкостью меняющих взгляды, причем меняющих их диаметрально противоположно, наверное, опасно. А госпожа Москалькова, вероятнее всего, резонно рассудила так, что если сейчас Гайсина, значит, поменяла свои взгляды на 180 градусов, где гарантия того, что в ближайшее время там случись какие-нибудь неприятности у того же Путина или вообще у всего кровавого режима, госпожа Гайсина опять не переметнется в противоположный лагерь. Естественно, такой гарантии быть не может, потому кулуарно или как-то еще, возможно, были какие-то звонки, было принято решение рекомендовать дорогому Радио Фаритовичу изменить свое незыблемое мнение и отозвать эту кандидатуру. В конечном итоге так и случилось. Кто теперь будет омбудсменом по правам человека в республике Башкортостан, так и не ясно. Новые кандидатуры в госсобрание не внесено, будут сейчас пока соблюдать хорошую мину при плохой игре, и, видимо, этот вопрос пока подвиснет в воздухе. Надо отметить еще один нюанс. Это то, что госпожа Гайсина в последний момент, цепляясь за Соломинку, попыталась исправить ситуацию. Известно, что одним из самых главных ее провалов является провал с движением обманутых дольщиков. И вот именно в этой сфере госпожа Гайсина попыталась вырулить ситуацию. Я говорю о нелепой и грубейшей попытке прекратить акцию дольщиков Миловского парка. В самый последний момент госпожа Гайсина прибыла в этот Миловский парк, туда, в палаточный лагерь. По сути, начала угрожать протестующим. В ее речах звучали слова такие, как «мочить», «прекратить» и так далее. То есть у нас есть некий фрагмент аудиозаписи, который нам прислали дольщики из той беседы, которая произошла с госпожей Гайсиной. Затем за этим последовало прибытие туда ночью каких-то крепких спортивных ребят, которые, употребляя алкоголь и ведя себя вызывающе, всячески провоцировали тех, кто проводит эту акцию. Я не утверждаю, что эти ребята напрямую связаны с Гайсиной, но так вот совпало. Ну, вот обещание мочить и плюс, значит, прибытие вот этих вот странных тетушек туда. Слава богу, все обошлось. Тут надо отдать должное нашей полиции и прокуратуре. Дольщики сразу же обратились в полицию и в прокуратуру. Ну, мгновенно среагировали правоохранители, приехали, значит, забрали этих ребят, куда-то увезли. Обошлось без всяких столкновений и каких-то конфликтов. Ну, вообще, вот эта методология, вот эта вот стилистика, конечно, очень настораживает. И слава богу, что это все не помогло госпоже Гайсиной, значит, вернуться к своему прежнему статусу, статусу обласканной и приближенной к трону императора. Я надеюсь, что ее карьера вот в этом, по крайней мере, аспекте близится к закату, потому что дольщики поняли и осознали окончательно бесполезность этой девушки вот на этом странном и неформальном посту, как бы лидера, как бы дольщиков. Дольщики сейчас ищут себе новые формы существования, новые формы организации. И это тоже правильно, потому что им нужно как-то упорядочить эти действия и тем самым их усилить. В общем, конечно, мы сейчас стали свидетелями некой реформации в этой области, принятия каких-то новых решений и движения куда-то в ином направлении, нежели чем раньше. В очередной раз на этой неделе нас порадовал Андрей Носков, известный в широких кругах застройщик города Уфы, депутат горсовета. Именно он пытается строить вот этот вот гигантский 34-этажный дом, рядом с домом по Шатару ставили пять. В общем, много что можно припоминать про Андрея Носкова, но в этот раз он прославился двумя моментами. Первое, он подал в суд на активистов дома Шатару ставили пять, которые протестуют против стройки в притык к их разваливающейся девятиэтажке нового огромного дома. Так вот, он подал в суд на этих активистов и с очень неожиданной формулировкой. Общеизвестна способность господина Носкова судиться по любому поводу, но в этот раз он превзошел самого себя. И опять об этом уже заговорили федеральные каналы. Я говорю о том, что господин Носков возмутился тем, что его назвали, публично назвали единороссом. Вот здесь принципиальный и важный момент. Да, действительно, Андрей Носков избрался в горсовет по одномандатному округу и не баллотировался от партии «Единая Россия». Однако при этом он член партии «Единая Россия», и именно эпитет «Единоросс» вызвал у него негодование, и он отправился в суд. Тут, конечно, жесточайший оксюморон. До недавнего времени было принято вообще-то гордиться тем, что ты член партии «Единая Россия», и всячески это выпячивать. Многие до сих пор это делают. А теперь Андрей Носков впадал в суд за то, что он оскорбился на этот термин. Это будет прекрасный и примечательный прецедент. Если суд признает, что это слово действительно оскорбило и нанесло господину Носкову моральные страдания, если назначат какое-то наказание, вероятнее всего, в виде штрафа для активистов вот этого дома, Пашатару ставили пять, это не беда. Деньги мы соберем и поможем им выплатить эти штрафы, это не проблема. Самое важное, чтобы суд признал, что слово «Единоросс» является оскорбительным. Вот тут, конечно, взорвет всю Россию. Будем посмотреть, как этот процесс пойдет. Это очень важный и интересный момент. Андрей Носков, сам не подозревая, заложил гигантскую мину под целую федеральную партию. Я не знаю, как среагирует федеральное руководство партии «Единая Россия», региональное руководство партии «Единая Россия» на всю эту историю, но господин Носков оскорбился на факт принадлежности к партии власти. Вот это очень важный момент. Будем следить за этой историей. И, помимо всего прочего, вот этого, связанного с очередной кровавой раной в душе у Андрея Носкова, в сети на этой неделе появились замечательные фотографии с рабочего места уважаемого застройщика, на которых видно отчетливо, что самое главное место в его кабинете занимают два гигантских портрета. И это вовсе не Путин и Медведев, это даже не мама и папа господина Носкова, это Берия и Сталин. Вот тут, конечно, сеть разразилась сарказмом и всевозможными шутками. Но я бы отметил одно важное соображение, которое высказывалось в числе прочих. Люди разумные, посмотрев на эту фотографию, высказались примерно следующим образом. Если бы Берия со Сталином были живы, то они бы первым уничтожили самого Носкова. Это так же, как и смешно, так же, на самом деле, и страшно, что люди, которые представляют у нас как бы элиту, как бы депутаты в как бы горсовете, вот они имеют подобные фетиши, подобные идеалы, нисколько этого не стесняются. Вот этих кровавых палачей вывешивают на самое видное место. Судя по всему, и вероятнее всего, считая их какими-то своими кумирами, иначе зачем было бы вешать такие огромные портреты в своем кабинете. Тут, конечно, это во многом иллюстрирует и сущность самого Носкова, и сущность того, что он делает, ну и дальше уже, как говорится, вам решать. По сути, конечно, мы когда-то, наверное, выбрали этого человека депутатом своего горсовета, когда-то кто-то покупал квартиры в его домах, ну а дальше, как говорится, нам решать. И еще раз о дольщиках и долевом строительстве. На прошедшей неделе был, конечно, колоссальный всплеск протестной активности. Сразу же несколько крупных объектов заявили о своих претензиях, заявили о том, что они не согласны с тем, как решаются их проблемы на государственном уровне, на уровне республики. Я говорю об Иглино, о Миловском парке, о Серебряном ручье. Эти три крупных объекта провели три акции. В Иглино был фактический митинг. Миловский парк устроил вот этот вот палаточный лагерь и продолжает в нем сидеть. Серебряный ручей устроил грандиозный автопробег, который дошел до Белого дома. Мы видели эти кадры, когда вереница машин медленно едет мимо офиса ради Хабирова, гудит, тем самым высказывая свое недовольство тем, как он решает их проблему. Объяснение этой активности, конечно, есть. Во-первых, пружина сжалась, и вот эти коронавирусные санкции и запреты только еще больше сжимали эту пружину. Бездействие властей под видом невозможности что-то сделать в эпидемию, конечно, только подогревало недовольство этих людей. И вот они выплеснули снаружи. Примечательно то, как реагировали власти и реагируют на эти события. В Иглино власти зафиксировали незаконное массовое мероприятие и подвергли наказанию как бы организатора Антона Рябова. Но надо сказать, что он получил минимальное наказание. 20 часов принудительных работ. Это минимум того, что можно получить за подобные административные правонарушения. В Иглино местный глава Самойленко приехал к протестующим и договорился с ними о том, что они прекратят голодовку в обмен на то, что он обещает донести ситуацию до Хабирова, как будто бы Хабиров о ней не знает. И обещает, что в июле будет принято решение по объекту стройиндустрия. Это довольно смелое и опасное обещание Николая Николаевича. Конечно, в скором времени будет проверено, ну, как говорится, реальностью. Я абсолютно уверен, что никакого решения по стройиндустрии не получится принять в июле. И, судя по всему, дольщики стройиндустрии продолжат свою протестную активность. По Миловскому парку никакой фактически формальной реакции со стороны властей не было. Более того, господин Мурзагулов был опять выпущен на сцену и сделал, на мой взгляд, самое нелепое заявление из тех, которые он делал в последнее время. В этот раз господин Мурзагулов обвинил в подрывной деятельности неких подрядчиков, которые якобы заинтересованы в чем-то там в Миловском парке. Господин Мурзагулов обозвал людей, которые сидят и протестуют в этих палатках проплаченными наемниками. И всех их назвал врагами великой страны. С таким вот совершенно бескрайним пафосом господин Мурзагулов охарактеризовал акцию дольщиков Миловского парка. При том, что они не просто враги великой страны, они еще ставят подножку великому Владимиру Путину в переломный момент истории. Вот так вот Мурзагулов пафосно охарактеризовал действия дольщиков Миловского парка. Ну, более глупого, на самом деле, объяснения всему этому придумать, наверное, было сложно, но Ростислав справился. Самым скандальным событием прошедшей недели, конечно, была акция жителей дома Пошатару ставили пять. Они вышли к мэрии, встали на колени, требуя почему-то обратить внимание на них у Путина, и при этом требуя у Ульфата Мустафина встречи с ними. Ну, прямо скажем таки, сумбурные требования были иллюстрированы вот этой вот трагической позой стоянием на коленях перед горсоветом. Это вызвало очень разнородную реакцию у тех, кто это все увидел. Конечно, страшно смотреть на то, как женщины стоят перед горсоветом, перед мэром на коленях в просьбе выслушать их проблемы. Однако Ульфат Мустафин был неумолим, он не вышел к тем, кто просил встречи с ним, даже на коленях просил. Более того, Ульфат Мустафин направил к ним охрану и полицию. В конечном итоге этих женщин увезли в РУВД. Слава богу, никаких санкций к ним предпринято не было, ну, кроме того, что господин Носков, например, выдвинул к ним достаточно существенные денежные требования в связи с, как бы, оскорблением в свой адрес. В общем, это грязная, ужасная история. Приключилась в самом начале недели. И мы многократно недоумевали, чем же на самом деле занимается Ульфат Мустафин, если он не может найти себе, там, пяти минут, чтобы встретиться с этими несчастными, поговорить с ними, попытаться урегулировать этот вопрос, или хотя бы объяснить им позицию мэрии. Однако один из заголовков башкирской прессы, пожалуй, что намекает нам на то, чем на самом деле занимается Ульфат Мустафин в рабочее и нерабочее время. В частности, издание «Про Урал» опубликовало вот такой замечательный заголовок, из которого следует, что, по крайней мере, из которого можно предположить, что господин Мустафин у нас чем-то странным занимается по выходным. Дословно этот заголовок звучит следующим образом. Муфимцы нашли номер телефона Ульфата Мустафина и дозвонились до мэра. Теперь в выходные под их окнами будет тихо. Напрашивается вопрос, что же такое делал Ульфат Мустафин под окнами у этих жильцов, что потребовалось найти его номер и дозвониться до него. Но мы рады за тех жильцов этого непоименованного дома, под которыми, видимо, не будет теперь шуметь Ульфат Мустафин. И мы бы хотели, чтобы наш мэр все-таки занялся своими непосредственными обязанностями, в частности, решением вопроса жильцов дома номер 5 по улице Шатар-Уставели, чтобы он перестал вынуждать стоять на коленях перед мэрией несчастных граждан нашего города, и чтобы он действительно выполнял свои функции, свои задачи как мэра, а не как просто поставленного, установленного как памятник на эту должность человека. На прошедшей неделе у нас довольно обширная почта, и из нее я бы выделил два послания, два сюжета, которые касаются непосредственного вице-премьера нашего правительства господина Беляева и его коммунального хозяйства. Несмотря на утверждение господина Беляева, что существенных либо значимых аварий в жилищно-коммунальной сфере в республике не происходит, мы видим на видео, которое нам прислали, опять-таки из того же дома по Шатар-Уставели номер 5, о том, что в районе этого дома и дома номер 170-1 по проспекту произошла серьезная существенная авария, случилась она 26 июня. Это прорыв водопровода, совершенно бесконтрольная потеря ресурсов, я имею в виду существенные объемы воды, которые вылились через этот разрыв водопровода. Очередной раз традиционно мы спрашиваем, кто будет платить за подобные аварии, кто за эти объемы воды будет выплачивать, судя по всему, жильцы домов. А также, конечно, совершенно феноменальное фото, которое нам прислали буквально вчера. Это фото мусорной площадки, мусорных контейнеров, которые находятся в непосредственной близости от Белого дома и вот в таком вот, как вы видите, ужасном состоянии. Вот именно это фото, наверное, станет символом той мусорной реформы, которую пытается проводить господин Беляев, по крайней мере, в собственном воображении. И это четко иллюстрирует то, как обстоят дела на самом деле в образе оборота твердокоммунальных отходов. Это фото подтверждает обоснованность решения тех 10% жителей Башкирии, которые перестали платить Беляеву за вывоз ТКО в прошедший месяц. Судя по всему, именно так и примерно так обстоят дела почти везде с мусорными контейнерами по республике. Но то, что этот мусорный контейнер и эта мусорная площадка находятся в непосредственной близости от Белого дома, это как минимум символично. Несмотря на то, что пандемия продолжает бушевать в республике Башкортостан, Хабиров все-таки провел чествование медиков. И провел он это мероприятие в очень странной форме, в виде марша медиков, который уже многие окрестили маршем смерти. Огромное количество людей собрали в плотную толпу, вывели на улицу, по сути, заставив контактировать между собой. Напомню, что 17% заболевших в республике Башкортостан – это медработники. Вот это собрание людей в огромную массу и плотную толпу, конечно же, спровоцирует еще какие-то заболевания коронавирусом, потому что среди этой толпы даже статистически точно есть люди, которые являются переносчиками этого вируса. Ну и «Вишенкой на торту», как положено, стала совершенно чудовищная история. Я говорю о награждении бывшего главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сертлановой грамотой за подписью «Ради Хабирова». Поражает безмолвие самого медицинского сообщества. Я даже не могу себе представить, что еще можно и нужно сделать с этими людьми, каким образом и каким унижением нужно подвергнуть медиков республики Башкортостан, чтобы они хоть как-то высказались по поводу того, что происходит. Но наградить Эльзу Сертланову грамотой в день медработника – это, конечно, совершенно запредельная циничность. Это плевок в лицо и нам, как гражданам, и медработникам отдельно, как медработникам. Тем самым «Ради Хабиров» показал, кто в его представлении является по-настоящему достойным медиком, а остальные, судя по всему, нет. Именно Эльза Сертланова станет символом вот этого лицемерия и отвращения власти к справедливости, к законному возмездию, которое должно было бы, наверное, постигнуть Эльзу Сертланову, но ее постигла грамота из рук «Ради Хабирова». Напомню, что даже по результатам осторожной и лояльной проверки Роскомнадзора, которая была проведена по факту вспышки заболеваемости коронавирусом в Республике Башкортостан в РКБ имени Куватова, даже по результатам этой проверки был сделан вывод, что половина смертельных случаев, вызванных этой болезнью, произошли именно в РКБ имени Куватова. Однако бывший главврач получает грамоту. Ну, как говорится, нет слов за анвес. Редактор субтитров А.Семкин